Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Серьезно, клиентка успела попасть ко мне до карантина. Итак, вот ручки, которые буду делать сегодня коррекцию. Здесь был яркий маникюрчик, цветочки. Видео с этой работой есть на канале. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Снимаю старый материал. Делаю это две-тая сплавной фрезой кукурузы с синим пояском. Мне нравится, как работает эта фреза. Средняя часть быстро снимает материал посередине, то есть там, где его наибольшее количество. А мелкий абразив на кончике мягко снимает материал у кутикули и по бокам. То есть там, где покрытие лежит тонким слоем и нужна особая аккуратность, чтобы не перепилить натуральный ноготь. Убираю длину ровной линии. Сегодня будем менять форму на квадраты. Снимаю материал аккуратно, постепенно, не спеша. Снимаю до тонкой подложки. Должно остаться ощущение, что на ногте нет покрытия, что передо мной остался горенький ноготок. Тогда после укрепления ногти не будут смотреться толстыми. Очень хочется прямые квадраты сделать. Для видео, для картинки они, конечно же, смотрятся интересно. Но для видео это хорошо. А клиентке с этими уголками потом жить минимум 3 недели. А в жизни углы не совсем удобны. Поэтому немного, но скругляю их. Также прохожу пилкой по поверхности. Убираю глянец от рожей части натурального ногтя. Готово. Теперь маникюр. Аккуратно отодвигаю пушером кутикулу. Открываю подкутикульный карман. И теперь фрезой прочищаю. Все чаще работаю с фрезой пламя с синим пояском. Пробую ее практически уже на всех руках. За исключением очень тонкой кутикулы. Конечно же, с ее помощью быстрее получается вычистить весь патеригий. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Счищаю кутикулу фрезой шар. У меня диаметр 5 мм. Не знаю, откуда у меня появилась эта фреза. Мне наконец-то сделали шкаф. И я занимаюсь распределением по полкам своего маникюрного богатства. И где-то задевала свой любимый синий шар. Так что сегодня работаю вот таким вот шаром. По-моему, здесь даже зеленая насечка. Но на удивление, шар отлично справляется со своей задачей. Я почему-то думала, что неудобно будет этим шаром срезать кутикулу. Но нет, все отлично. Мне понравился он в работе. Хорошенько убираю пыль везде под кутикулой, в боках и под ноготком. Нигде не должно остаться и пылинки. Ноготь на указателем пальца правой руки нормальный, ровненький. А вот на левой руке на указателем пальца не хватает левого уголка. Явно видно, что ноготь уходит вправо. Как ни крути, но нужно исправлять. На подготовленные ногти наношу бондер. База наношу тонким теряющим слоем на все ногти. Для того, чтобы исправить ноготь, нужен полингель. Набираю небольшой комок материала и ставлю его на свободный край. Дальше апельсиновая палочка, смоченная в обезжиривателе, формирую параллель. Сняла уже липкий слой, пилкой выравниваю форму. А фрезу я выравниваю поверхность. Укреплять буду базой, чтобы не было проблем с ровным бликом. Лучше сейчас заморочиться и сделать ровную поверхность. После добавления параллели появилась и толщина с левой стороны, снизу ноготка. Убираю ее. Убираю пыль. Также убираю пыль на соседних ногтях. После апельсинового она туда прилетела. Убираю дизайн, укрепляю камуфлирующий пазус. Там, где будет свет, укреплять буду прозрачные базы. Убираю материал от свободного края к середине. При работе с любыми базами я переворачиваю руку ногтем вниз, чтобы база втекла в правильную форму. Ногти, где не будет дизайна, покрываю черным гель-лаком. Наношу второй слой и выравниваю цветы кутикулы. И, наконец-то, самое интересное. Дизайн. Нужен ярко-розовый. И это же камуфлирующая база. Буду делать градиент. Розовый наношу у кутикулы, а базу к свободному краю. Делаю обычный градиент. Кистью гребешок частыми точечными движениями смешиваю цвета. Кисть после каждого прохода протираю насухо. На втором слое ставлю также розовый у кутикулы. И сейчас уже не добавляю базу в нижнюю часть ногтя, а просто растягиваю розовый цвет, как говорится, по-сухому. И теперь стемпинг. Я выбрала для клиентки узор, но, увидев пластину, она захотела другой рисунок – пузыри. Ну ладно, делаем их. Отпечатываю. И на ноготь. В общем, не сильно люблю стемпинг. Он у меня не сильно хорошо получается. Но опять, практики мало, вот и плохо получается. Рука не набита. Но сегодня то ли краска помогла, то ли на меня снизошло озарение. Но вроде бы получилось неплохо. Все-таки на втором ногте для сравнения делаю рисунок, который выбрала я. И мой выбор победил. Убрали кружочки. Кстати, краску не наношу каждый раз на пластину, а использую ту, которая остается на скрипке. Получается, с тюбика я один раз выдавила краску, и остальное пользуюсь тем, что на скрипке. На одном ногте на каждой руке креплю три стразинки. Перекрываю все ногти матовым топом. Там, где стразы матовым топом, обхожу их. И вот такая краска получилась. Вы знаете, я в основном что-нибудь да накручиваю на свои работы. Редко, когда довольна. Но сегодня мне работа очень понравилась. И форма, и выполнение, и дизайн. Вот странно. Один и тот же человек может делать как чистую работу, так и кучу косяков наделать. Вот с чем это связано? Не знаю. Хотя каждый раз настраиваю себя на максимум. Кстати, у меня есть записи моих неудачных работ тоже. Вот думаю, может на карантине немного разнообразить видео и такими работами. Кому интересно, пишите в комментарии. А у нас очень счастливая клиентка. Мы еще не знали, что введут карантин, когда делали работу. Сейчас пишет мне в Вайбере, Иночка, мы успели. Если вам было со мной интересно, жду от вас лайк. Я вам видео, а вы мне лайк и комментарий. Так сказать, честный обмен. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok